друзья я вас приветствую и сейчас хочу рассказать о некотором лайфхаки которым многие пользуются но иногда могут возникнуть нюансы в частности я просто-напросто сам попадал в такую ситуацию и это важно до смешного друзья но это важно а смысл вот в чем все мы знаем что в плане ориентирования особенно например зимой когда вы ходите по тропинкам все такое сложностей возникнуть в принципе не должно а все почему потому что сразу первое что напрашивается на ум это ты идешь ты оставляешь свои следы и обратно имеешь возможность возвратиться по этим же следам вот мы сейчас идем вдвоем я вам сейчас покажу следы вот вы видите мы натоптали вот она тропиночка пошла и казалось бы вообще все супер все нормально что можно что можно идти и все отлично в чем же здесь друзья некий подвох подвох заключается ребят в следующем первое если вы идете по тропинке один ну ли с напарником не важно там мир вдвоем вы идете и вы точно понимаете что по этой же тропинке никто другой не пойдет а таких тропинок например много в лесу то есть вышли прямо потом куда-то повернули там еще где-то завернули все такое вы вы соответственно принципе ничем не рискуете вы четко понимаете что возвращаясь обратно если нет какой-то метели там или снегопада просто смотрите на свои следы и в принципе можно вернуться все хорошо вот теперь нюанс первое если этим же тропинкам ходят другие люди и ваши следы затоптали а эти люди могут быть грубо говоря не какими-то ну скажем обывателями которые на метр на два зашли в лес и все а это могут быть охотники еще кто-то такие же туристы как вы кто взял да и в другую сторону вообще пошел прошел и умотал достаточно далеко вот тут возникают нюансы вы ваши следы просто-напросто будут затоптаны их будет много и будет ну банально сложно понять вообще куда и как идти и что делать это первый момент и сейчас момент номер второй как это не опять же не смешно не звучит вы не поленитесь посмотреть на свой след то есть на протектор вашей обувки чтобы четко понимать где ваш след а где след например постороннего человека у меня например в моей практике такое тоже было когда например по такой дороге все понятно тут она одна и все а бывает она идет прямо потом раз пересечения 2 везде идут какие-то следы какие-то сложности какие-то моменты и ты просто понимаешь что теряешься теряешься в своих следах то что их не знаешь как именно твой след выглядит изучайте ребят свой протектор я понимаю прекрасно что это звучит еще раз повторюсь ну возможно это перестраховка какая-то бред может быть еще что-то но поверьте лучше иметь запасе несколько вариантов выхода из леса и ориентиров своих же чем ни одного или же например если вы сбились что еще хуже вот такая мысль и надеюсь для кого-то из вас это будет полезно возьмете на заметку ну вот посмотрите дерево бывшая лиственная по моему какой-то судя по всему осинка ведь ее дятел уже поел то есть уже все не жилец вот такая мысль ребят на этом все пока